всем добрый день вот вышла с сыном на улицу пройтись магазин интер маши сегодня как вы знаете в польше выходной воскресенье у них по выходным воскресенье ничего не работает в городе млава работает сегодня магазин интер маши вот мы идем к нему но нам идти от нашего жилья где мы проживаем минут 15 сейчас пойдем пройдемся туда вот можно было конечно сегодня не идти на завтра вторая смена надо завтра будет сходить китайский магазин купить порошок там по мелочам что куплю покажу конечно но не хочется за третий продуктовый поэтому решили сходить сегодня до интер маши воскресенье цены конечно подымает помимо того что там и так дорогие цены он еще подымает потому что так как работает один а так что работают кафе в млаве кебабы мало вас небольшой городок такой как говорится поселок городского типа вот муж сегодня зашел просто посмотреть что там за кафе чтобы вы понимали продают все пиво большие порции по сравнению с тем как у нас на украине дают порции тут одной порции можно двоим наестся водку не продают если продают здесь водку значит ее продают не по 50 грамм а только 40 грамм и 40 грамм стоит 8 злотых вот пиво пол-литра здесь стоит тоже 8 злотых кафе кебаб от 17 и до 35 это наподобие нашей шаурмы ну сын пробовал два вида и и ему понравилось мне конечно кебаб не понравился вы знаете лучше съесть наш украинский чебурек и запить томатным соком но это мое мнение ему понравился в общем зайдем в интермаше что мы купим расскажу покажу да пока мы отойдем посмотрите это млава достопримечательности млавы такие вот видите автосервисы все сейчас мы будем проходить еще с вами это вот у них такие вот видите за загородкой это такие вот мусорники у них раздельно мусор стекло бумага жестяные банки пластмасса у них все раздельно в общем они за мусор платят очень дорого это их не дома и тут на каждый каждые 20 50 метров вот такие мусорные тоже баки стоят ну что я хочу еще сказать я здесь вот нахожусь а как говорится с июня месяца я не видела ни разу ни одного дворника у них нет такие такой службы как дворники они возле своих участка возле своих домов возле своих магазинов убирают сами чтобы было чисто я не скажу чтобы было чисто на улице возле дому при усадке дивных их них домиков там участка я не знаю грязно не то что у нас хоть говорят украина грязно до кидают там где чисто там где не ссорят что мы свиньи ну я хочу сказать у них тоже есть та же история посмотрите у них все разбросано бумажки он видите окурки от эти пачки от сигарет всякие он пластмасски стеклышки и бедрушки вот и вот смотрите видите они не убирают вот сейчас мы проходим вот приезжают раз в неделю забирать мусор вот видите это пакеты зеленые в этих пакетах зеленых пластик желтых пакетах идет стекло а в черных пакетах у них идет жестяные банки ну и в белых пакетах идет отдельно пищевые отходы там такое все если не раздельный мусор то на баки пишется смешанный мусор вот у них видите такие окна пластик делают и что я еще заметила вот перед магазинами выставляется товар вещи обувь там одежда какая-то и без присмотра и никто ее не ворует если вы конечно у нас может выставили вы сами понимаете да у нас бы вынесли так что даже не заметили здесь этого ничего нету то есть она висит целыми днями все без проблем его только заносят магазин и когда закрывается магазин вот это вот видите такие вот недавно вот сейчас вот мы проходим магазин бедронка вот который сегодня закрытый так он работает до 11 часов вот тут шикарный дом конечно у них дома конечно шикарные в домах тоже очень красиво все у них в основном все квартиры студия галерея но все одноки все однотипные до правильно сын говорит вот мы проходим магазин бедронка на этом буду вот видите магазин вы на этом буду заканчивать свой репортаж очень холодно с кино дома ну вот пришли мы с магазина и делаю распаковочку от купила такое печенье купила вот таких два вида вафель видите такие вафельки купила я купила сметанку купила вот фисташки ну сын захотел попробовать в колорезку вот такие яблочки купила вот купила я сок видите он с перцем очень вкусный уже еще купила сахар от купила цукор такой цукор купила и подсолнечное масло это вот моя такая вот распаковочка все всем пока до завтра добрый вечер пришли с работы и решили сходить магазин купили со сыном и с мужем магазине купили вот такой цветок локси я любимый мой желтый цвет видите какой красивый купили молодую капуста буду борщ готовить а еще я купила вот такой набор шоколадная курочка с яичками на нас есть и сидит купила также я ножки куриные печенку хочу сделать печеночных котлет апельсины две пачки спагетти помидорчики сверху борщ буду варить зашли в юст купила вот такой видишь большое полотенце сырок свечи такие красивые розовые коробка правда поломалась огурчики корнишончики решила себя побаловать я редко беру не решила побаловать себя лайс чипсы хлеб сразу мы нарезали в магазине на машинке две минеральных воды йогурт сын взял себе вишневый творожок клубничный я себе взяла вот такой киви йогурт мандаринки уже беру неоднократно вареный готовый буряк тру его и делаем салат чесночком с помидорчиками вот еще такой сырок вишневый взял себе печеночка еще на котлетке это вот он взял желе хочет ему делаю желе это такое желе но перец на борщ само собой и томатный сок и вот такую купили сумку потому что ничего не уладила и за все это мы заплатили 140 злотов все всем до завтра покажу холодная буду сегодня варить борщ и котлетки всем до завтра вот приготовила печеночку посмотрите какая она вкусненькая куриная хотела сделать котлеты но муж сказал котлеты не надо нашинковала молодой капусточки вот заканчиваю вот варить вот такой борщик видите какой наваристый будет капусту кину а это я варю холодная разолью тогда вам покажу тут а мелко ножка корочка чем покажу тогда как что я сделаю все всем до завтра спокойной ночи